Дорогие друзья, Христос воскресе! Воистину воскресе! Поздравляю всех вас с самым большим, самым радостным праздником в истории человечества, с праздником Пасхи. Мы с вами дожили до очередной Пасхи. Это значит, что мы сподобились величайшей милости Господней. Тот человек, который проходит пост с покаянием, с творением добрых дел, он особенно встречает радостно Пасху. Ведь Христос пришел на эту землю, родился на эту землю только ради того, чтобы нас с вами исцелить. От чего исцелять? От самого страшного заболевания, которое именуется грех человеческой души. Нет более страшного заболевания, чем грех. И вот Господь берет человеческую природу, соединяется с ней, чтобы никогда не расставаться. И эту природу очищает. С этой природой он сходит в ад в первую очередь. Почему? Потому что большинство людей, которые жили когда-то на земле, то есть их души, их я, их личности не уничтожаются. А они находятся, находились точнее, в этом месте, которое именуется ад. Что они там делали? Ждали. Ждали, когда наступит этот момент, их всех выведут из этого темного, безрадостного места. Куда выведут? На эту землю. Они здесь уже были, им здесь неинтересно. Земля — это место ссылки, знания, место страдания. А куда же тогда их выведут? Туда, где когда-то был сам Адам. На небо. Но туда нельзя самому пройти, не зная дороги. И вот Господь берет за руку Адама, Ева. Всех тех людей, которые были в Ааде, и, услышав его проповедь, пошли за ним, и возводит их в эти опять райские чертоги, где уже нет болезни, печали, воздыхания, где такая радость, о которой мы даже не можем с вами, не можем эту радость не ощутить, не можем даже с вами говорить о ней правильно. Это будут иксы неизвестные. Ведь даже отцы церкви Исаак Сирин, другие пишут, что люди в раю, они там не молятся, как здесь на земле. А что же они там делают? Вроде бы тоже молятся, но их молитва есть ничто иное, как созерцание, созерцание славы Божьей и радость, которую мы не можем с вами даже представить. Вот это Пасха, праздник радости, что Господь, соединившись с человеческим естеством, открыл нам туда дорогу, каждому из нас. Но не автоматом, не просто так, ничего не делая, можно достигнуть, как в этой жизни. Хороший результат достигается трудами, потом и даже кровью. Так же здесь. Нам Господь через покаяние, через исполнение Его заповедей, дарует, даром. То есть мы приносим маленькие труды, ничтожные, а Он нам дарит богатство, которое невозможно оценить в масштабах не просто земли, а даже нашего космоса. навечно стать царским сыном, царской дочери. Вот что такое царствие небесное. А начинается это небесное царство отсюда, с земли. Здесь человек уже предвкушает и начинает чувствовать, что Он не просто какой-то сын, что Он Сын Божий. Я желаю каждому из нас этого приобщения к радостному празднику Пасхи Христовой. Христос воскресе! Воистину воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok